вот только выложила видео в социальную сеть спустила в эфир и сразу получила вопрос который многих интересует и я сразу поняла свою ошибку что я не договорила часто и густо бывает такое что ваша камбрия остается без корней и вы не знаете как вам поступить с ней дальше так вот вот это камбрия я просто не знаю меня на канале такой каламбур что я сама не могу найти видео и времени не хватает разобраться ну вот это вот камбрия ну вот она была практически без корней вот эти две старые бульбы и еще один рост которые я вот посадила вот таким образом вот как вы видите две старые бульбы они практически заглублены аж туда далеко горшка и не с той стороны вот внизу снизу они сидят на пенопласте и рядом пенопласт а вот сама основа коры с мухом и углем она находится внизу находилась под вот этой вот бульбой на которой на которую я возлагала надежды и сверху по краю горшка вот я положила вот так вот мог и вот это вот всегда бульба она должна дала вот этот вот молодой рост и как я вам говорила что старые псевдобульбы корней не дают корни дает только молодой рост вот этот который вот дал корешочки и кормит вот эти вот всегда бульбы точно так же вот это вот брассия посажена вон видите вон так часа достану на этот горшок как будет понятней вот как она посажена старые псевдобульбы которые абсолютно без корней учитывая что это растение растет ну вот так вот лесенкой поэтому старые псевдобульбы они заглублены но очень-очень низкой и они полностью в пенопласте пенопласте для того чтобы вода просто стекала но эти вот бульбочки старые всегда бульбочки не гнили когда я ее пересадила эти псевдобульбы они все поморщились очень-очень сильно и были сморщены до тех пор пока вот этот вот рост не дал корней вот когда молодой рост дал корни и начал растить вот эти вот два ростика вот эти вот всегда бульбочки они налились то есть вот эти молодые росты напоили вот эти вот свои кладовки которые кормили выращивали молодые росты так вот ребята если у вас вдруг ну мало ли бывает но у меня допустим был такой опыт у меня была одна вот такая вот псевдобульба не такая сморщенная конечно но это ансидиумная бульба но это ансидиумы они все вот такие вот они когда цветут или готовятся к цветению не тратят очень много сил и вот так вот они морщинят бульбы так у меня была бульба как же вам показать знака на чем вам показать ну ну на подобие вот такой вот бульбы более-менее еще не сильно сморщенной но она была одна не было больше ничего что я сделала я взяла стаканчик одноразовый стаканчик которым проделала отверстие снизу и по бокам вот так вот вот как вот в этом вот горшочки да полностью можно сказать вот так на пол горшка на пол стаканчика внизу был положен керамзит с пенопластом и с углем этот стаканчик был поставлен еще в одни стаканчик ну что-то вот типа вот этого вот видите вот ведерочка в нем стоит горшочек на дне всегда набрана была вода вот так вот насыпана дренажа сверху была насыпана мелкая кора бульбочка это была привязана точно так же вот как это вот видите вот просто такая вот палочка которой привязана бульбочка вот так вот веревочкой ну в моем случае такая вот синтетическая веревочка и сама вот это вот палочка она закреплена вот так вот в дырочку ну иначе она просто не держится понимаете надо самое главное закрепить надо бульбу так чтобы она в горшке не шевелилась чтобы ну вот она стояла плотно значит дренаж сверху немножечко мелкой коры сверху стоит на палке это бульба а сверху ну вот так вот по краю вот лежит мог но этот мог не должен доходить до вот основания вот этой вот старой бульбы потому что у старой бульбы вот так вот с двух сторон или спереди или сзади обязательно есть но слепая почка которая потом разобьется и вырастет вот такой вот молоденький ростик ростик ну как вы понимаете вот он начинает расти но с такого вот пипты кафе идет вот этот пипты вот был маленький ростик так вот я его сама загубила я его намочила от видите что получилось из-за чего я вам говорю что лучше когда растут молодые росты надо очень 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 сильно аккуратно поливать я раньше допустим вот у меня был такой вот распылитель и не помню из-под чего или из-под освежителя воздуха что он вроде бы мне так показалось что он очень мелкий но и тем не менее вода попадала ну вот сюда она сразу не заметно что вода попала и вот видите ну вот и основание вот такое вот высохшие ноты почернившие это уже ну вот это не нормально оно должно быть изначально оно должно быть зелененьким свеженьким хорошеньким а тут я можно сказать этот ростик ну спортила сама так вот от этой псевдобульбочки но от обязательно вот так с той стороны или с той стороны пойдут молоденькие почечки ну вот такие вот которые потом будут развиваться расслаиваться вот на листочки а потом уже будет формироваться ну вот такая вот бульбочка, да так вот, вот эта псевдобульба которая у вас привязана на такой вот палке, ну может быть это у меня получается сумбурно, девочки ребята, ну простите меня, но просто у меня нету больше другого экземпляра вот как вам показать, ну вот эта псевдобульба, она должна стоять на коре она не должна быть заглублена в коре, она должна просто стоять на коре, вот здесь вот по краю можете положить мох который вы будете увлажнять и мой вам совет, увлажняйте его не с распылителя, как увлажняла я, а увлажняйте его, к примеру там, ну вот из спринцовки вот вы знаете, спринцовку, вот так капельно вот капайте, и этот мох будет увлажняться, поливать этот стаканчик, в котором стоит вот эта сама псевдобульбочка ну нет смысла, потому что у нее нет корней, вам нужно вызвать от этой псевдобульбы вызвать рост молодого ростика, ну вот такого вот ну вот такого вот, да, или вернее всего, ну вот такого вот вот когда вот начинается рост вот этого молодого роста вы продолжаете дальше ну спринцовочкой потихонечку увлажнять мох как бы создавая влажность и внизу стаканчика у вас тоже ну вот так вот находится водичка то есть вам нужно вот эти вот молодые корешочки заманивать, чтобы они росли вот сюда, не так вот, как вот у меня вот вверх, какого, извините за выражение они растут вверх если они должны расти вниз но у меня есть растущие корни вниз поэтому я насчет этих корней спокойно, хотят они расти вверх пусть растут есть корни которые растут вниз так само и вам вам надо вызвать рост вот такой вот молодой псевдобульбочки и от нее корешочки должны обязательно идти вниз и вот как только вы увидите рост корней что вот, увидите, что появились корешочки вот только тогда вы проливаете грунт замачивать ее можно только тогда когда вот эти вот корешочки достигают ну сантиметров 8 пока корешочки маленькие вы просто увлажняете и увлажняете снизу снизу у вас получается водичка сверху увлажняете и вашим корешочком ничего не остается как идти вниз но еще раз говорю если у вас одна псевдобульба и даже если вырастет этом псевдобульбочка если она такая вот мощная и сможет вырастить два молоденьких роста не ждите первый год цветения камбри зацветет только с 3 или с 4 бульбы ну вот такая вот специфика просто у этого растения с одной бульбы не хватит сил зацвести бывает такое что вы можете купить примеру растение можете мне потом сказать ой да у меня только две бульбы и она цветет просто цветочная почка была заложена на предыдущем растении от которого была оторвана ваша часть растения вот вам оторвали часть растения то есть деленку дали уже заложенными цветочными почками а если в домашних условиях и если это ваша бульба которую вы выращиваете она никогда не засветет с одной или двух штук она обязательно засветет на четвертой пятой шестой какой угодно но ей нужно обязательно нарастить вот такую вот кладовку вот такую вот кормовую базу то есть вы меня поняли вниз дренаж много дренажа внизу в дополнительном стаканчике водичка сверху немножечко коры чуть-чуть мха для влажности и будет у вас счастье будут у вас новые росты которые в дальнейшем если у вас хватит терпения конечно они процветут ну я думаю что я ответила на вопрос спасибо всем за внимание